Сейчас мы приветствуем Ивана Тимочка, председателя Совета резервистов сухопутных войск вооруженных сил. Здравствуйте. Доброго дня, слава Украине. Героям слава. И Дмитрия Еловского, это политический комментатор, ведущий Ходраковский Лайф. Добрый день, добрый вечер. Здравствуйте. Да, и я вот хотела бы задать первый вопрос, наверное, такого плана. Учитывая, что все, что сказано любым представителям высокопоставленных, скажем так, подразделений, оно моментально разносится средствами массовой информации, то то, что сказал Пригожина, сродни, как, знаете, может быть, не совсем корректное сравнение, но когда человек хочет сделать что-то нехорошее с собой, он не говорит об этом. Это чисто психология. А когда он говорит, значит, он действительно не собирается этого делать. Не выглядит ли так, что, в общем-то, то, что озвучено Пригожиным, это совсем не соответствует тому, что он хочет реально сделать? По аналогии. Пожалуйста, Дмитрий, вот кто, кто, пожалуйста. Да, давайте я начну, наверное. Ну, мне кажется, это действительно эмоциональный шантаж, и Пригожиным верить нельзя никогда, нигде и вообще никак от слова совсем. Он шантажирует, он врет, он ужет. Этот человек, который зависит от Путина и от Минобороны на 100%. Это называется ЧВК «Вагнер», но, конечно, частного тут ничего нет. Это просто одно из подразделений Минобороны, которое просто чуть хуже управляется, чем регулярные основные войска. В то же время Пригожиным, конечно, лицо, которое всех явно раздражает, он бесит всех, и он зависит напрямую от воли Путина. Если Путин скажет, что Пригожиным быть не должно, его тут же ликвидируют. Но пока он по каким-то причинам нужен, скорее всего, Путину. Мы знаем, что Путин такой пацан из 90-х, который любит устраивать бизнес по конкретным бандитским понятиям. И он устраивает внутривидовую конкуренцию, которая на самом деле является, наверное, самой жесткой, самой жестокой и самой кровавой. Ну, собственно говоря, мы вот видим сейчас стукновения Герасимова, Шойгу и Пригожина, в которых Пригожин то ли троллит, то ли шантажирует руководство России, военный менеджмент. Но, конечно, ясно, что он получит припасы, что из-под Бахмута он никуда не уйдет, и что он продолжит там воевать, и продолжит снимать свои видеоролики, и продолжит ругать и Шойгу, и Герасимова, и же с ними. Иван, к вам вопрос я вот задам по реалистичности ситуации на Бахмуте, от Бахмуте, которая сейчас происходит, по сводке, скажем, официальных лиц. По словам, например, заместителя министра обороны Украины Малер, Россия не оставляет идею взять под свой контроль Бахмут до 9 мая, и для этого, наоборот, стягивает вагнеровцев, которыми заменяются штурмовые отряды десантников. И еще я добавлю спикера восточной группировки войск ВСУ Сергея Чреватова, который также считает, что заявление Пригожина никак не связано с так называемым снарядным голодом. Это никакой не снарядный голод, это я цитирую, о котором Пригожин говорит, поскольку только за сутки, 250 раз в Бахмуте и окрестностях были нанесены удары по нам артиллерии разных типов, гречеватой. Иван, так что же это такое? Давайте рассмотрим отдельно индивидуальную фигуру Пригожина. Пригожин, да, это человек ГРУ, Главного разведывательного управления России, абсолютно контролируемый, абсолютно на его базе находятся, его подготовы. Это точно факт уже доказан. Если считать, что идеологически, либо же политически очень важно было для россиян захватить Бахмут до 9 мая, так как Бахмут не будет захвачен, это уже стало понятно. Актуальность политического пиара на фоне Бахмута как раз нужна. Появляется суровая реальность, воевая за него. Если считать то, что, к примеру, Вагнер очень сильно прорядил свои ряды, и огромного количества такого, которое было до этого времени, до 50-70 тысяч они имели, по разным оценкам, то это примерно между 50 тысячами, это то, что осталось от этой частной военной компании Пригожина. И, кроме того, появилось огромное количество частных военной компаний, государственных компаний России, в том числе нефтегазодобывающих, к примеру, Факел, Вымпел, Росгаза, Роснефти, Газпрома, которыми выжимают вагнеровцев с целью сохранить свое лицо, Пригожин будет играть вот такую разную игру. Но я считаю, что самый важный фактор — это другой момент. Дело в том, что Пригожин, и правильно было сказано, не может никакого слова сказать, точно от себя, потому что он контролируемый, и его шаг вправо, шаг влево — это его политическая и физическая смерть. Но смотрим чуть дальше, чем 9 мая, ну, к примеру, в 2023 год. В 2024 году президентские выборы в России. Если посмотреть за российскими пабликами сейчас, то идет политическая накачка Пригожина. И так, либо же иначе, появляется информация между строк о том, что его, может быть, можно рассматривать как одного из кандидатов в президенты России. Обычный свой парень, рубаха-парень, который диктует свои условия, он показывает то, что он якобы с народом, и он выступает как антипод к Путину, ведь он якобы на фронте, он не строит бутафорских укреплений, он на самом деле воюет. И Путину он сейчас очень удобен, потому что, несмотря на все абсолютно, он имеет устойчивую аудиторию. Но она не критически большая, которая могла бы составить, к примеру, конкуренцию на президентских выборах в 2024 году. И кроме того, место Жириновского, ну, либо же спикера агрессивного, оно закрыто, оно исчезло, и Путин играет с ним в долгую перспективу. В плане конфликта Минобороны Российской Федерации с Пригожиным он, конечно, есть. Но появился очень интересный момент, буквально вот сегодня. Вчера появилась информация о том, что заместитель министра обороны Российской Федерации, такой себе генерал-полковник Мизинцев, которого уволили за неадекватность и за провалы, в том числе в операциях, в том числе на угледарском направлении, стал сейчас заместителем Пригожина по боевой подготовке. В частной военной компании «Вагнер», то есть мы можем говорить о том, что сейчас военными бюрократами начинают насыщать ЧВК «Вагнер», и задача ЧВК будет не сколько конкурировать с Минобороны Российской Федерации, как, наверное, в будущем будет задача перед ними стоять своими, такими, даже вот такой гвардии путинской. Ну, ведь Кадыров не показал себя, и мы знаем, что Кадыров ненадежный в том, что он больше брал дань с Путина, чем верой и правдой служил Путину. ЧВК — это будут такие архаровцы, вот, наверное, правильно так сказать, архаровцы Путина, которые будут убирать неугодных, потому что для них вопрос морали, чести, он априори не существует. Про дисциплину ЧВК «Вагнер», она там более железная в десятки раз, даже чем в регулярной армии России, потому что в основном неисполнение задач, команд, оно наказывается только одним, только смертью, только расстрелом, ну, либо же кувалдой. Поэтому управлять этими людьми можно. Этими людьми управляет только одно желание — заработка. А если взять ещё бывших зэков, которых используют как пушечное мясо, то эта задача — просто сохранять фаховых, профессиональных вагнеровцев. Кроме того, сам Бахмут научил их действовать в городской застройке, даже если чисто гипотетически в будущем рассматриваются какие-нибудь бунты в России, то они, представители ЧВК, будут быстро подавлять эти движения. Ведь ситуация в России складывается следующим образом. На начале полномасштабного вторжения Россия в Украину, реальное влияние в России имели армейские генералы, к примеру, Шойгу, Герасимов, тот же Суровикин, который, к примеру, рисовал себе имидж. А позже, уже после неудачи в Украине, конечно, они пробовали это компенсировать в том самом России, либо же частично на территории оккупированных Украины, Росгвардии. Ну, например, как сборный образ выступали кадыровцы. Но, опять-таки, кадыровцы не зарекомендовали себя как хорошие вояки в общей своей массе. Ну, то есть, упала тень на Росгвардию после этого. И сейчас встает вопрос, а кто мог бы быть альтернативой в случае политических игреч на территории России. И так видно, что по состоянию на сейчас ставка будет ставить именно на Вагнер. Исходя из боевого опыта, исходя из того, что ради денег, они готовы на любые действия. Ну, опять-таки, умение проводить финансовые махинации, либо же умение контролировать, к примеру, места добычи, места станций, в том числе, как они делают это сейчас в Бахмуте. Это очень понадобится, так как, ну, вернусь к началу, была определенная попытка больших олигархов Российской Федерации, а это на самом деле их попытка создавать частные военные компании при Росгазе, при Газпроме, к примеру, и в будущем, скорее всего, для того, чтобы контролировать большой бизнес, ну и, возможно, для того, чтобы иметь определенное влияние на Путина. Ну и альтернативой этим людям будет господин Пригожин. Если, к примеру, взять месяц тому назад, это была структура, которая должна была скатиться вниз, вот-вот, то сейчас Пригожин получает огромное медийное сопровождение. То есть он получил карт-бланш от Путина на свои действия. Дмитрий, я хочу к вам обратиться. Вот вы знаете, один из телеканалов, который вещает на русском языке, российских телеканалов, который вещает на русском языке на многие территории и бывшего постсоветского пространства, но не в суть дела. Они просто тут собрали выдержки из различных телеграм-каналов в мнении различных представителей политических сил. Ну, если вообще там политические силы присутствуют, какие-то другие, вот. Ну, они называются по-другому, но, в принципе, одни и те же политические силы. В чем интерес? Вот есть такой политолог Сергей Марко, вы знаете, через тире пропагандист такой вот российский, да, да. У него очень яркие всегда такие выступления. Так вот он пишет следующее, что сегодня выступить против Вагнера это политическое самоубийство. Из-за популярности Вагнера, из-за раздражения общества против военной и политической бюрократии, из-за ошибок и неэффективности СВО, из-за того, что, как кажется, обществу бюрократия боится побеждать Запад в Украине, боится воевать по-настоящему. Многие и боятся критиковать Минобороны, но всерьез критиковать Вагнер пока не осмелился никто. И действительно, прослеживая все эти телеграм-отсылки, и коммунисты, и лидеры различных там подразделений Единой России, и члены комитета Госдумы по обороне. Ну, тут много разных представителей. Они практически все очень уважительно относятся как раз к этому Пригожину, да, с очень большим уважением. Озвучивают, что, может, действительно Минобороны нужно проверить, там не все так хорошо. Вот это соответствует тому, что сказал Марков. И тогда у меня вопрос, а действительно такой подконтрольный Пригожин, как вот сейчас наш коллега об этом говорит. Я почему спрашиваю? Потому что, может, имеется в виду, что элиты российские действительно не устраивают, что происходит сейчас под куполом Кремля? Или у них там нет купола? Вы знаете, тут сложно догадываться. Купол там точно есть, потому что я испытал на прочность, как мы знаем, на минувшей неделе беспилотник. Но Иван, на самом деле, все правильно очень говорил. И тут только, наверное, можно немножко углубиться. Действительно, знаете, как Пригожин называет вот эти зиганутые паблики и телеграм-каналы? Самый перспективный политик России. Не иначе. Но, к сожалению, или к счастью, перспективы его, еще раз, зависят только от одного человека. Действительно, Пригожин сейчас становится неким аналогом Росгвардии. А ведь помните, когда ты был такой из Золотов, товарищ Золотов, лицо из ближайшего круга Путина, которого Путин привез с собой из Санкт-Петербурга, где сейчас Золотов, что он, что с ним происходит, о чем он мечтает, чего он хочет. Совершенно непонятно. Действительно, Золотов отошел на второй план, и его место сейчас занимает Пригожин. Но давайте не забывать про то, что ЧВК Вагнер на самом деле состоит, наверное, можно сказать точно, из трех своев, из трех классов. Во-первых, это старая гвардия ЧВК Вагнера, это те люди, которые воевали в Сирии, те люди, которые выполняли боевые задачи в Центральной Африканской Республике, да еще и бог знает где, нам остается только об этом догадываться. Это бывшие военные, это высококлассные сотрудники, это в основном представители элитных российских подразделений, но их остается уже совсем немного. Такая, знаете, прослойка, как, ну, представьте себе, вот папиросную бумагу внутри кипа газет. Вот это что-то, наверное, подобное этому. Есть зэки, которых Пригожин освободил, и которые, конечно, боготворят всю структуру Вагнера, и непосредственно для товарища Пригожина, но и они уже поистерлись в мясных штурмах, которые Пригожин устраивают уже около года в Бахмуте. А те, которые возвращаются в Россию, на самом деле поистираются сами по себе, потому что бывшие зэки, окрыленные вот этими военными месяцами или неделями, которые они проводят в Украине, чувствуют абсолютное свое геройство и безнаказанность. И они начинают вновь прибегать к криминалу, вернувшись уже в Россию. Есть еще не очень большая прослойка тех, кого Вагнер успел завербовать по контракту, давайте так говорить. Это люди, которые тоже имели какой-то опыт службы в армии, но сейчас вот они приобрели его в Бахмуте или в других горячих точках Украины. На самом деле, на кого здесь может опереться Пригожин и, как следствие того, Путин, не очень понятно. Но в то же время очевидно, что и Путин, и все, кто есть вокруг него, они побаиваются немного Пригожина. Они не могут дать ему какой-то институт, не могут его как-то узаконить, потому что Пригожин уже становится поход, честно говоря, на вот этого самого Стрелкова-Гиркина. Мы видим, что, помните, такой мем был, да, что Стрелков ноет. Вот сейчас Пригожин ноет. На самом деле, это вой, это крик, это стон, это не дерзость, это скорее паника, это истерика. Мы точно не можем сказать, чего именно ему не хватает, но чего-то ему явно не хватает. То ли внимания, то ли вертушки с Шойгу, то ли вертушки с Путиным, да, вот этого аппарата, где просто набираешь циферки, он звонит прям напрямую, или просто там ты можешь брать трубку, и у тебя как бы прямой, прямой, прямой вызов. Но то, что мы увидели со стороны Пригожина за вот эти, ну, считайте, два дня, потому что, да, первое обращение было записано в Суэпсисе накануне, это не иначе, как истерика, и, скорее всего, это эмоциональная реакция Пригожина, у которого, кстати, конечно, сложно это отрицать, он, конечно, монстр и чудовище, но он умеет подговорить с людьми, у него есть харизма, он умеет выбирать слова, и у него есть явно политические амбиции. Это точно агрессивное политическое животное. Еще хочу добавить информацию, Иван, и вам задать вопрос. Наступление России в этом году под большим вопросом, об этом сказала директор национальной разведки США Эврил Хейнс, причина, по ее словам, в нехватке боеприпасов, живой силы, независимо от того, будет украинское контрнаступление успешным или нет. Президент РФ, вероятно, уменьшил свои амбиции на ближайшую перспективу, и, несмотря на такую оценку, она назвала маловероятным, что Россия пойдет на переговоры о паузе в этом году, если политические факторы не изменят мнение Путина. Ну и тут вот еще добавлю одну маленький нюанс, об этом говорит Институт изучения войны, о том, что постоянные перестановки, увольнения, понижения в должностях российских генералов ухудшают способность командования армии РФ управлять операциями в Украине, так считают аналитики. Действительно ли эта ситуация усугубляется именно этими причинами, и какой сценарий вы ожидаете на, давайте, ближайшие пару месяцев, Иван? Ну, во-первых, Путину очень нужны переговоры, и для того, чтобы хотя бы, ну, если не застолбиться на тех направлениях, где они провели оккупацию, то хотя бы по-базовому сохранить за собой эти территории, которые будут пытаться, ну, например, это Донецкая и Луганская область и Крым. Эти области, возможно, кстати, тоже Запорожье, район атомной электростанции, но это тоже под вопросом, дело в том, что если сейчас они переписывают для публики свои цели вот этой, так называемой, операции, вопрос, к примеру, выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, ну, и гарантии того, что Крым останется за ними, но это не более, чем предложение. Второй момент. Будет ли наше контрнаступление, либо же не будет, то как только Россия будет видеть слабость наших, либо же приторможение насыщенности наших войск, либо же готовность к боям, либо же наступлениям, россияне обязательно попытаются воспользоваться этим моментом. Это такая гарантия, не будет, кстати, по людям стоять. Ситуация в основном в том, что реальные потери россиян нам неизвестны. Но если посчитать, что на начало широкомасштабного вторжения они имели, и официально, кстати, говорили 800-тысячную армию, то есть потом они еще домобилизировали, включили еще перед этим первое, второе армейские корпуса, которые были на территории Луганской Донецкой области, оккупированных железными цифрами 50-100 тысяч людей. Потом еще провели домобилизацию на территории России примерно в 100 тысяч. Ну и чтобы возобновить свои наступательные действия не только на Бахмуте, но и на других направлениях, стоит вопрос в том, что еще нужно домобилизировать 300-400 тысяч на территории России. Эти цифры, они не вкладываются в голову, но это фактажные цифры. И это означает то, что их потери несоизмеримы к их возможностям, к примеру, чтобы насыщивать армию, насыщать, к примеру, чтобы проводить мобилизацию. Если передышка будет, они попытаются сохранить, попытаются набрать и попытаются ударить. Россия всегда так поступала, к примеру, чтобы взять Карабах, чтобы взять Грузию, например, или чеченские войны, войны против Ичкерии, другие примеры можно сюда приводить. Они не отступят от идеи до того времени, пока Россия не будет фрагментирована и развалена на несколько стран. А это может произойти только в одном случае, если нам удастся выйти на административные границы. И тогда сама иллюзия непобедимости России, сама иллюзия того, что они лучшая страна и они смогут нас победить. Опять-таки, хотя тоже в этом парадокс Украины, напомню, в три раза меньше. В армию, которая также в три раза меньше, чем российская. И Украина подает реальную заявку на победу, и эта заявка актуальна. И то, что россияне проговаривали, не берем стандартную фразу за три дня Киев, но россияне ставили перед собой цель за месяц-два абсолютно вся территория Украины будет под их контролем и почищена от партизан, либо же протестных движений и граждан. Сейчас же россияне ставят, находятся в таком положении, что думают, на каких направлениях мы будем контратаковать, что они могут против нас подставить. И сам факт того, что те провокации, которые происходили на протяжении последних двух-трех дней, к примеру, то, что они там атаковали, это 99% в том, что они сами атаковали Кремль. Ведь Путин преследует несколько целей. Первая цель это не проводить парад, либо же очень сузить парад в Москве, что точно охраняет его от любого выступления, ну и определенные заявки к россиянам. Даже если они хотели продемонстрировать Бухмут 9 мая, не получится. Тем более серьезные колебания, что в политической структуре, что в армейской структуре. И та номенклатура политическая, которая была зацементирована, которая была серьезна, она дала трещина. И эта трещина дала возможность появиться тем, кого они в России сами ненавидели, кого они сами не уважали, бывшему зэку Пригожину с его зэками. И они сейчас не могут альтернативу предложить, условно говоря, например, интеллигенция, либо же политика международного уровня. Ну, большая заслуга Пескова в то, что его сын гипотетически служил в ЧВК Вагнер. Ну, это ужас. Лучше, чем голос Путина, уже ничего не может задокументировать публичное пространство. Конечно же, готовность россиян к широкомасштабной войне до того, пока история, например, не относилась к ним конкретно, к их государству. Да, это от этого было страшно. Это было принятно, они готовы были идти воевать. Сейчас же, когда по территории всей России буквально горит, вопрос того, что их еще может ждать, очень серьезно восстает. Даже когда среднестатистический россиянин видит, когда горит база, которую владеют олигархи, и они не газифицированы, некоторые города, и они не могут себе покупить лучший автомобиль, и совсем другое, когда такая угроза будет относиться к их жилью. И бежать-то некуда, это реально понимают. Да, да, Иван, вот знаете, хочется закончить как раз вашим словом, когда сказать, это ужас. Ну вот пускай ужас теперь будет в их глазах, учитывая те реалии, которые вы сейчас описали. Спасибо. Дмитрий, вы, пожалуйста, останьтесь, у меня к вам еще есть финальный вопрос. Иван, вам большое спасибо за то, что так четко разъяснили все эти сложные нюансы. Иван Тимочка, председатель Совета резервистов сухопутных войск вооруженных сил Украины, был одним из наших гостей. Дмитрий, вам финальный вопрос будет следующего плана. Вот вы знаете, только что вот Иван вспомнил про Киев за три дня, а я процитирую один телеграм-канал российский. Все эти и не только эти проблемы известны. Не стесняясь, говорят о крайне плохом снабжении военнослужащих, пренебрежением, здоровым смыслом, в угоду биркам, шагистики и шапкозакиздательских настроениях в духе победим за четыре дня и прочих жестах доброй воли. Остается только надеяться, что переход конфликта между Пригожиным и Министерством обороны в острую фазу подполкнет к принятию определенных так нужных сегодня решений. И вот вопрос. Учитывая, что сейчас намного чаще стали критиковать даже с пропагандистских каналов высшее руководство российской армии и не только руководство российской армии. И учитывая, что якобы телеграм-канал это же иноагенты наверняка, да, все же контролируется, блокируется, проверяется, везде жучки, везде проверки, везде стукачи и так далее. А каким образом вот эта критика, если она действительно реалистична, эта критика, то есть от реальных идей исходит, появляется в Российской Федерации, в российском инфополе? Или это тоже какие-то отвлекающие маневры? Слушайте, ну, критика, конечно, вполне себе реалистична. Я думаю, вы немножко приоцениваете силу гыбни, что она все везде простукивает, прослушивает и все везде пасет. Нет, есть пока свободные какие-то ресурсы, есть свободные телеграм-каналы, ютуб-каналы, еще несколько платформ и площадок, откуда может доноситься критика. Есть в России силы, которые недовольны тем, что происходит. Они находятся внутри нашей страны и вне ее. и, конечно, сейчас чем больше диверсий мы видим, чем больше поездов идет под откос, чем больше нефтебаз горит, чем больше дронов летает над Сенатским дворцом в моем родном городе, тем, я уверен, недовольство и вообще какое-то осознание того, что что-то пошло куда-то не так растет. Растет буквально со дня на день. Знаете, сегодня был у Симонян какой-то душераздирающий пост, тоже фактически как крик пригожен, где она писала «Ну, хватит уже заявляет, хватит уже грозить, нам не верят». Ну, просто такой, знаете, плача Симонов был, наверное, так можно сказать. Я думаю, что этих голосов будет все больше и больше. Даже, видите, если ведущие лица пропаганды начинают вот так вот стинания такие, то я полагаю, что окно для изменения политической ситуации в России становится, во-первых, все ближе, а во-вторых, все больше. Ну да, Симонян же там как-то не так давно вспоминала украинские песни и «Гопак», но может уже самое время учить этот танец, в общем-то, достаточно профессионально исполнять скоро придется. Ой, я думаю, что ей не надо. Это была ирония. Должен быть украинским и не дай бог его опорочат и загрязнят. Да, это была ирония. Спасибо вам большое за ваши комментарии. Дмитрий Еловский, политический комментатор, ведущий канала Ходорковский лайф, завершает вот эту часть нашего эфира. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Субтитры создавал DimaTorzok